Всем привет, всем здрасте дорогие друзья, с вами Кисель, продолжаем с вами погружаться в игру Dyson Sphere Program и у нас на очереди видео по поводу энергетики, но не простой, а так сказать космической, но не знаю как это правильно объяснить в общем, запускаем солнечные панели в космос, выстраиваем их вокруг звезды и получаем с этого энергию по поводу всего этого далее, а с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, космия контент, поехали видите кольцо вокруг звезды, вот это как раз таки наши солнечные панели и вот я вас научу как сделать точно такие же, получать с этого энергию на сферу Dyson пока не засматриваемся это будет в дальнейших видео вы это друзья сможете сделать на самом деле на ранних этапах игры, что неудивительно, используя исключительно пини и красные кубы то есть вот Solar Sail Orbit System, пожалуйста, Solar Sail и электромагнитный Rail Ejector и как бы, ну не так уж и много стоит исследовать, я вам скажу то есть вот начальное, где у нас тут ветровые турбины и добыча, далее лаборатории потом Solar Collection, где мы открываем уже непосредственно солнечные панели наземные потом Photon Conversion, где мы открываем вот эту штучечку, которая нам понадобится ну и собственно вот эту штучку уже а для получения энергии с этой штуки нам нужны будут Ray Receiver без них энергию не получить вообще абсолютно никак то есть просто будет висеть кольцо и разваливаться со временем, не давая вам энергию вот эта штука тоже нужна и Basic Generation 6 МВт то есть если у вас будет кольцо на 10 МВт, нужно будет ставить две такие настраиваем производство, оно тут несложное нужно подвести лишь два ресурса это у нас получается графен, который делается вообще даже из огненного льда который можно добывать на газовых гигантах, либо вообще на планетах, что довольно просто и собственно Photon Combiner, который делается из призмы или как она правильно называется, этот треугольник, который делается у нас из камня если что, сейчас я вам покажу его вот этот вот парень, точнее из стекла, прошу прощения и собственно все, завозим все это в ассемблер и получается Solar Sail довольно просто но теперь вопрос, как это дело все запускать? и еще настройка орбиты нам нужны как раз таки эти огроменные рельсотроны и просто-напросто проводим мимо конвейер и с помощью сортировщика запихиваем все это вовнутрь то есть сейчас я вот это дело просто подключу и все начнет работать где их ставить лучше, это уже вам решать у меня стоят на экваторе и ну полный экватор, естественно, застраивать не надо да и собственно на полюсах тоже можно и не ставить там поставим ресиверы, в общем ничего сложного после чего эти ребята нацеливаются на ту точку, которую мы поставили я к этому потом вернусь и просто выстреливают нашими солнечными панелями ничего супер сложного то есть вот видно как летят они я вам скажу даже больше если включить карту вот таким образом тоже будет видно как летят снаряды точнее наши солнечные панели и выстраиваются в круг в орбите, которую мы указали теперь давайте перейдем к орбите нам нужно зайти в следующее меню вот это вот и что мы видим Dyson Shell пока не интересует Dyson Swarm вот это как раз таки наши солнечные панели тут у нас есть орбита первая орбита, которая у нас по умолчанию но мы можем, естественно, изменить пишем Add Orbit и видим следующую картину ставим как хотим радиус орбиты, пожалуйста, меняем как нам удобно хоть вот так вот, но не рекомендую ну давайте, скажем, сделаем ну можно максимальную, конечно если будет слишком близко к орбите планеты вас предупредит, не волнуйтесь ну давайте, скажем, сделаем ее огромную прям как вот можно больше Orbit Infection это ее наклон скажем, наклон будет 0 градусов но с этим можно будет еще играться потому что у нас есть, не забывайте наклон нашей планеты после чего выбираем точку, куда это дело все будет выстреливаться это, ну, как бы куда угодно допустим, ставим максимальную создаем теперь у нас есть эта орбита дальше как туда все это дело нам запустить? нам нужно перейти к рельсе они стреляли, сейчас перестали и вот почему внутри мы выбираем орбиту, которую мы выстроили всего их может быть 20 штук может быть даже и больше и возможно просто нужно будет перелистнуть ну, не важно выбираем и эта штучка сейчас у нас будет настраиваться когда сможет стрелять в нужную точку будет вести огонь теперь давайте мы дело скопируем через shift или левую кнопку мыши и скажем всем им, чтобы они стреляли именно так же и да, такое большое расстояние между ними потому что они двигаются и ближе их поставить не получится и запитывать их, как видите, вот тут пролегают столбы ближе тоже не поставить что-то я как-то тупанул в общем, вот они уже начали стрелять давайте сейчас я подключу остальные и будем смотреть, что из этого получится но есть еще один важный момент данные солнечные панели не вечны у них есть, так сказать, время своей жизни в моем случае это 9000 секунд это на самом деле дофига это почти чуть ли не 3 часа прикол в том, что изначально это будет не так приятно сразу говорю вам придется это дело улучшать и улучшается это естественно в разделе апгрейд и здесь у нас получается Solar Sail Life плюс 300 секунд плюс 300 секунд плюс 600 секунд плюс 600 секунд плюс 900 секунд и плюс еще раз 900 секунд больше не получится к сожалению тут нет такой вкладки как, скажем, вот вот здесь где мы можем использовать универсальную матрицу и увеличивать и увеличивать уровень, сколько нам нужно к сожалению вот они начали потихонечку настреливать и уже видно то, что на орбите они здесь у нас появляются наши солнечные панели но ставить на это, конечно, всю энергетику я вам не советую не надо будете слишком много тратить ресурсов ну ладно давайте-ка теперь переговорим по поводу того, как нам получать энергию с этих штук а собственно вот как Ray Receiver и штука на самом деле вроде как бы и удобная но занимает очень уж много места ну прям реально много то есть сейчас вот в этом пространстве у меня находится ну примерно наверное 150 единиц давайте-ка посмотрим чтобы точно через чертеж ну да ровно 150 то есть 150 у меня с этой стороны и 150 у меня с этой стороны то есть получается я могу получать мы получается 300 умножаем на 6 мегаватт и получаем долго считаем 1,8 гигаватта надеюсь правильно посчитал сейчас моя база при всех своих возможностях может получается ну сколько она сейчас использует да немного 500 мегаватт это что-то как-то ну совсем не серьезно учитывая то что здесь друзья огромное производство абсолютно всего и сюда еще приезжают ресурсы с двух систем то есть с этой системы и с еще одной естественно со всех планет которые в этой системе тоже оставить это дело на экваторах либо на полюсах это уже как вам повезет с планеты не забывайте про угол наклона период обращения планеты и прочие характеристики также вы можете увеличить выработку этих ресиверов но тут нужно будет немножечко поизгаляться нужны вот эти вот ребята без них не получится гравитационная линза плюс данная штука чем дольше стоит тем больше работает потому что ну как видите она сейчас производит столько и со временем будет повышаться хоть и сейчас звезда немножечко у нас уходит ну да ладно мы можем повысить просто добавив эту штуку и у нас в два раза больше но есть проблема это дело нужно подводить и подводить с помощью конвейеров и разделителей довольно может быть неудобно и если это ставить на экваторе так не получится к сожалению а гравитационная линза у нас находится много позже нежели все вот это вот дело вот здесь тут уже нужны как бы и желтые матрицы надеюсь все подробненько объяснил проблем у вас не будет вопросов не останется и сможете совершенно спокойно пользоваться данным гайдом для построения гигантского кольца и солнечных панелей потому что в дальнейшем нам это еще понадобится а у меня на этом все всем спасибо что смотрели ставьте лайки подписывайтесь на канал жмахайте колокольчик в описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Dyson Serp Program и со временем будет больше гораздо больше видосов и более сложные и более легкие и еще будут и стримы но когда я уже буду готов именно к переезду и старту в другой звездной системе и еще будут ссылочки на социальные сети такие как инстаграм группа вк дискорд сервер и телеграм-канал где публикуется информация выходящих видео непосредственно в день их релиза также в телеграме и дискорде имеются чаты чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр кооперироваться чтобы поиграть хоть в кс-ку хоть в дот-ку вообще во что угодно не осуждаю сам играю в различные игры как по жанру так и по сеттингу и еще пожалуйста пишите какие игры вы хотите видеть на канале какие обзоры какие гайды какие стримы спасибо а на этом давайте прощаться с вами был Кисель всем до встречи и пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok